Меня зовут Полина Курцева и в эфире программа «Смоленская площадь». Любой родитель хочет лучшего для своего ребёнка. И многие взрослые считают, что детям обязательно нужно изучать иностранные языки. Это принесёт огромную пользу. Сегодня гостем нашей студии станет преподаватель английского языка Екатерина Конан. Мы поговорим с ней о том, когда начинать учить английский язык, а также как правильно это делать. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Здравствуйте, Полина. Екатерина, ну для начала расскажите мне, нашим зрителям, как вы вообще полюбили английский язык? Как всё начиналось? Это был долгий путь от ненависти. Но, если честно, то у меня был как раз-таки тот пример, когда у родителей не совсем правильная мотивация. То есть они не понимают, они знают, что нужно изучать английский. Но, во-первых, начала изучать я его поздно, достаточно поздно. Во-вторых, моя скорость продвижения была примерно как у этого стула. То есть я очень большим трудом проходила что-либо. Было много репетиторов. То есть у нас в семье был приоритет именно на знания в детстве. И спасибо большое за это родителям. Мы могли быть там без какой-то крутой обуви на зиму, но репетитор на зиму у меня был. А потом я осознала, что, несмотря на всех репетиторов, несмотря на всё это обучение, я, как мои студенты, которые сейчас ко мне приходят иногда, как собачка, понимать понимаю, а сказать не могу. И вот так я поехала в США на подработку. Екатерина, вы сказали ещё вначале, что сами стали учить язык достаточно поздно. А вот что значит «поздно»? Есть ли такое понятие и как определить, когда рано, когда поздно начинать? Есть такое красивое выражение, что «никогда не поздно». Оно просто прекрасно, но в теории, на практике, когда приходит ученик, которому, например, 50 лет, и ученик, которому 4 годика, можно просто посмотреть на их разницу в произношении, разницу в скорости усвоения материала. Я честно считаю, что чем раньше мы начинаем изучать язык, тем лучше. Было бы здорово, чтобы вот просыпается мама, её ребёнка вот берут, какая-нибудь гувернантка, и ведёт его на пение, затем она ведёт его на рисование, затем на французский, на фехтование, на английский. И вот прям каждый день насыщены 12 репетиторами, всё в игровой форме, естественно, самые передовые технологии используются, и ребёнку хорошо. Но ведь это же как бы невозможно. Поэтому с рождения, скажем так, если мы говорим о русской речи, тут может помочь мама, может помочь бабушка. А если мы говорим про английскую речь, то не все мамы являются так называемыми англомамами. Англомамы – это мамы, которые обучают ребёнка дома. В таком случае я рекомендую начинать где-то вот с 3,5-4,5 лет. Смотрим по своему ребёнку, смотрим, готов ли он общаться с кем-то ещё, общаться без мамы, общаться в присутствии мамы. Смотрим на то, созрел ли ребёнок психологически. Екатерина, ну некоторые мамы считают, что 7 лет – это самое раннее для начала изучения языка. Вот слышала почему-то такой возраст. Поздно, да? Нет, не то, что поздно, понимаете, по итогам никогда не поздно. Да, мы бы всё это видели. Но легче, если раньше. Ну посмотрите, у нас ребёнок пришёл в 5 лет, например, да, и в 7 лет. И какая скорость усвоения у них, какие чистые звуки они дают. У них мозг заточен на то, чтобы воспринимать информацию. Они, понимаете, что это такое, когда мы изучаем другую язык, другую систему. Кстати, говоря, английский намного проще русского. И у ребёнка по-другому начинают работать мозги. Это помогает. Я рекомендую английский не только как язык. Я до сих пор изучаю иностранные языки. Екатерина, если вернёмся к малышам. Три-четыре годика ребёнку. Как его смотивировать? Как мотивировать ребёнка, чтобы он учил с удовольствием? Не с подпалки, а с удовольствием учил английский язык. Так, во-первых, есть внешняя мотивация и внутренняя. Внешняя – это, сразу обращаясь к мамам, пожалуйста, пожалуйста, не используйте внешнюю мотивацию. Что такое внешняя мотивация? Это, например, когда вы хотите, чтобы ваш ребёнок начал читать книжку, например. Вот там начинаете учиться читать, первые шаги делаете с малышами. И вы говорите, я вот тебе дам конфету, сникерс, плейстейшн, я не знаю, что вы даёте в качестве мотивации, а ты прочитаешь книжку сначала. Вот в этом случае можете забыть про то, что ребёнок будет читать. Он не будет читать добровольно. Почему? Потому что вы включили внешнюю мотивацию. Вы сказали, книга – это неинтересно, я тебе буду за это платить, неважно чем. Но я тебе за это буду платить. Конфетами, чем угодно. Компьютером? Компьютером, да. Игровым временем в компьютере. Вот если ребёнок делает что-то ради того, чтобы получить что-то другое, это внешняя мотивация. Внутренне я делаю это, потому что мне нравится. Я делаю это, потому что я это хочу. Значит, учим язык с малышами в игровой форме. Это первое? Да. Например, Екатерина, если мама решила учить язык дома со своим ребёнком, но она не настолько хорошо им владеет. Что в этом случае делать? Какие учебные пособия нужно приобрести? Может быть, достаточно просто смотреть мультфильмы на английском языке? Ой, смотрите. Значит, во-первых, если мама хочет обучать ребёнка, то самый лучший вариант – найти хорошую студию, отдать ребёнка в студию, где им займутся профессионалы. При этом я всегда рекомендую нашим родителям, любым родителям, сходите и послушайте. Не сидите на уроке, на уроке отвлекаются другие дети, а послушайте. Если там урок в стиле «Детки, привет!» А у нас сегодня, давайте скажем «hello!» А теперь у нас будет книжечка. Книжечка – это у нас как по-английски? Идите с детьми вместе. Бук! Хорошо, молодцы! А это у нас какой цвет? Жёлтый. А жёлтый по-английски будет как? «Yellow!» Вот зачем это? Они что, не видят, что цвет жёлтый? Зачем дублировать русский язык на уроке английского? Не используется русский язык с малышами. Никаких проблем это у детей не вызывает. Зато язык действительно, они начинают думать на нём, а не переводить с русского на английский. Покажите на цвет и скажите какой-то цвет. Он поймет, что «this is» – это мы показываем, что «blue» – это голубой. Покажем несколько книжек, поймёт, что книжка. И английский язык без русского у малышей – это совершенно нормальная практика, при которой дети начинают говорить намного быстрее. Екатерина, давайте ещё раз про мультфильмы. Оставляют ли их в процессе обучения или заменить чем-то другим? Смотрите, мультики – это хорошо. Во-первых, у нас огромное количество методических пособий с мультфильмами. Это здорово. Но если есть такой подход, опять-таки обращаюсь к мамам, пожалуйста, чего не нужно делать? Не нужно брать пять часов мультиков, которые, да, они классные, они полезные, они помогут вашему ребёнку изучать английский язык, но не нужно брать пять часов, включать перед ребёнком и уходить. Почему? Потому что есть исследования, которые показывают, что независимо от того, какие бы ни были замечательные мультики, полезные, интересные, научные, неважно, если ребёнок просто сидит и смотрит без обратной реакции, то в этом случае у него в период где-то с двух до четырёх лет четыре-пять часов мультика в день, ну, большое количество часов в день. Прямо надо сидеть перед экраном круглосуточно. Оно приводит к тому, что у ребёнка меняется структура мозга. Дети становятся чуть-чуть более агрессивными, чуть-чуть хуже преуспевать в учёбе. И это на всю жизнь. То есть пять часов мультиков подряд, вот так вот ребёнку, как зомби, не будут приводить к поле. Не переборщить в этом тоже. Екатерина, и смотрим мультфильмы на английском языке. Нужны ли субтитры? Ни в коем случае. Ну, смотря какого возраста, но мы сейчас говорим о малышах. Да, да, да. Никаких субтитров, ни русских, ни английских быть не должно. Чтение до определённого возраста противопоказано. Только тогда, когда ребёнок сам созрел для чтения, тогда мы начинаем его вводить. А сначала мы даём устный курс. И желательно, чтобы, если у мамы есть возможность, что-то можно дать посадить ребёнка, пусть посидит. Но потом пусть мама подойдёт, пусть она с ребёнком поиграет, поспрашивает, потребует обратную реакцию. Вот у нас на сказках, например, у нас всё на обратной реакции построено, чтобы мозг ребёнка работал. Екатерина, а если говорить о детях чуть-чуть постарше, вот, например, с 7-8-летнего возраста, им также нужно английский учить в игре? Или уже добавлять немного грамматики, каких-то конструкций? Когда мы даём грамматику, например, нам нужно пройти конструкцию «I've got» – у меня есть. И вот как это можно пройти традиционным способом. Вы берёте учебник, вы берёте упражнение. Так, Серёжа, поехали. «I've got a pen», «I've got a chair». И вот он, Серёжа, читает у него, пот течёт, ему напряжённо, и он не понимает, зачем это делает. Никаких полезных навыков к жизни это не привязано. Зато мы прочитали целое упражнение, зато мы подриллили вот таким вот образом. Хотя дриллинг – это хорошая вещь, но... В общем, суть в том, что можно взять, например, какие-то игрушки, разложить перед детьми, они их запомнят, спрятать за спину. И каждый ребёнок будет угадывать, что у другого ребёнка есть. «Have you got a»? – что-нибудь. И они играют. Их задача сейчас меняется – не отработать какое-то там грамматическое упражнение, а реальную ситуацию. «А у тебя есть вот это? Мне это нужно?» Им интересно, они хотят угадать. Вот это реальная жизненная ситуация. Бытовые ситуации хорошо идут, игры в магазин хорошо идут. Зачем делать пустую грамматику без привязки к жизни? Как там можно привязать к реальности? Вот в таком случае мы вводим грамматику, мы даём и упражнения в том числе. Но если можно дать это с привязкой к жизни и заодно сформировать какие-то полезные навыки, зачем делать хуже, когда можно делать лучше? Ещё знаю такую ситуацию, когда родители с детьми едут за границу. Ребёнок учил английский язык, предположим, 5 лет. И родители ждут, что он сможет разговаривать на этом языке. Но почему-то этого не происходит. Вот в чём здесь проблема? Может быть, ребята попадают в языковую среду и стесняются? Или они недостаточно хорошо всё-таки знают язык? Вот когда люди занимаются без коммуникативной методики, без игрового метода, без симуляции каких-то реальных жизненных ситуаций, происходит именно то, что вы сейчас описали? Екатерина, обязательно мы должны поделиться со зрителями вашим лайфхаком, тем, чем вы занимаетесь. Вы ставите и делаете интересные сказки на английском языке. Я лично на вас подписана, очень люблю смотреть. Там и Колобок есть, и Золушка. И это всё бесплатно, в свободном доступе. Вот как пришла эта идея, и где родителям с детьми можно посмотреть эти сказки? На самом деле, эта идея не моя. Это идея группы смоленских леди, в том числе и мам, которые сказали о том, что давайте пока карантин, мы будем мамам читать сказки. Катя, ну ты на английском. Говорю, ну они же ничего не поймут. Я начала думать, а как сделать так, чтобы они поняли. Подумала о том, что, а как у нас на уроках? Просто я буду имитировать обратную связь от ребёнка, показывая, что я его слушаю в определенные моменты, и объясняя мамам, что в этот момент ребёнок мне в ту сторону экрана отвечает. Я-то знаю, что он должен ответить примерно. И мамы начали присылать мне видео, показывая, как их дети кричат там «Cat! Cat! I'm a cat!» Они танцуют у вас с шваброй в золушке, танцуют. Я тоже это видела. И вот так вот проект вырос, и теперь там 5000 мам неожиданно, буквально за пару месяцев выросло до 5000 мам, которые присылают видео, показывают, как их дети занимаются. Это тоже, видите, обратная связь. Всегда должен быть момент, когда мы, скажем так, пингуем ребёнка и говорим «What's this?» И он скажет «It's a cat!» «Мяу, мяу!» «Ой, sorry, what's this?» И он скажет «А, это кошечка! Это кошечка мяукает!» Он догадается. «А ты помяукаешь тоже!» «Я теперь ты кошка!» И, ну, естественно, на английском всё. Сколько уже сказок накопилось в арсенале? По-моему, приближается количество к 20 сказкам. То есть это целый курс с нуля. Мы проходим цвета, потихонечку вводим домашних животных, счёт. Всё это в открытом доступе, бесплатно, можно посмотреть. И будет этот проект продолжаться, правильно? Ну, я планировала его сделать только на карантин, но поскольку мне уже мамы начали звонить, то они сказали, что да, хорошо. Ну, сейчас мы его продлили до... Я его продлила до сентября, пока у меня есть возможность. А вообще, если будет позволять время, то, конечно, еженедельную сказку я постараюсь сохранить. Мы сейчас дадим здесь ссылку, чтобы все мамы и дети смогли на вас подписаться и заниматься вместе с вами. Екатерина, спасибо большое за интересное интервью. Надеюсь, английский язык будут знать больше в нашем городе. Я тоже очень надеюсь на это. Спасибо.